Радио НВ Я думал, в уме ты скажешь Столбик Друзья, а не случайно Мы решили задаться вопросом Белорусский протест Он в какую сумму обойдется в стране А самое главное, какой будет Беларусь После того, как эти протесты закончатся Вне зависимости от того Кто в результате удержится у власти Если головы болят на погоду Формадол придет на помощь Формадол, таблетки от головного боли Потому что Беларусь Я вот, когда готовился к программе Изучил экономические данные В том числе, кстати, вполне себе официальные Опубликованные правительством Республики Беларусь Уникальные совершенно с экономической точки зрения Государственное образование Уникальные, потому что, мне кажется Ну, наверное, только где-нибудь В Северной Корее Больше приходится экономической деятельности На госсектор, чем в Беларуси 70% 70% ВВП Производится компаниями Предприятиями, которые находятся В полной или частичной собственности У государства Ты знаешь, я тоже вот Посмотрел разные цифры Это удивительно Ведь как обыватель чаще всего Думает о Беларуси Ну, типа Молодец Александр Лукашенко Удержал государственную собственность От распродажи Как бы Низкая безработица Сгущёнка вкусная Да, там Пломбир практически советский Я просто хочу сказать, что белорусская экономика Совершенно не столь эффективна Как о ней принято думать Например, из 10 крупнейших предприятий страны Есть только 3 прибыльных Это 2 нефтеперерабатывающие И одно химическое производство Беларусь калий Да, Беларусь калий Более того, экономика Беларуси Она целиком полностью зависит от России Потому что на Россию приходится 42% импорта И 56% экспорта То есть, если в какой-то момент Россия Решит, например, не покупать белорусские товары То каждый второй продукт Не знаю, условно говоря Произведённый на территории Беларуси Он останется без покупателя Ещё один момент На самом деле Российская экономическая поддержка Беларуси Ну, только за последние 10 лет По оценкам, это порядка 100 миллиардов долларов Ну, то есть, по сути Россия датирует до четверти белорусского ВВП Опять же, если, например Россия не будет поставлять углеводороды со скидкой Не будет оказывать всякие меры экономического поддержки белорусской экономики То вот всё это белорусское экономическое чудо Которое так любят просоветски настроенные граждане Оно просто в одномомент нарухнет И я повторюсь Я не случайно упомянул про советские настроенные граждане Потому что, знаешь, я вот очень часто сталкивался с этой точкой зрения Люди, которые говорят Ну, почему вы нам рассказываете, что Советский Союз был обречён проиграть западному капитализму Вот, посмотрите на Беларусь Квартиры бесплатно давались Как всё хорошо было Вот она, условно говоря, проапдейтила советскую систему до версии 2.0 И вот посмотрите, как успешно существует Но фишка-то в том, что белорусская экономическая система принципиально не жизнеспособна Она стоит на российских костылях В тот момент, когда Россия эти костыли решит забрать, она рухнет Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко ещё много-много лет назад Суверенитет своей страны заложил в российский ломбард Он его принёс туда в Кремль и сказал Так, ребят, вот он у вас полежит Вы мне будете пока деньги давать на то, чтобы я продолжал хоть как-то существовать Поддерживал этот самый госсектор Поддерживал эти самые советские предприятия, советские заводы А потом, что дальше делать с этим самым суверенитетом Мы решим через какое-то время И вот, судя по всему, сейчас настаёт то самое время Когда нужно понимать, каким образом забирать из российского ломбарда белорусский суверенитет И ответа... Ну, то есть, Александр Лукашенко не может вслух об этом сказать Он не может своим согражданам прямо сказать Ребята, смотрите, проблема в следующем Вот представь себе, что он выходит и на телевидении Не начинает рассказывать про какие-нибудь страшные истории про НАТО Не начинает обвинять там Литву, Польшу и Чехию в том, что они валивают деньги А приходит и честно говорит Смотрите, вот у нас так вышло, что последние почти 30 лет Наша экономическая система держится на плаву только потому, что я принёс суверенитет в Кремль Сказал, что я его им даю на хранение А они мне в обмен на это дают миллионы и миллиарды долларов И мы только за счёт этого существуем Мы только за счёт этого спасли вот эти вот иначе нежизнеспособные советские заводы Мы только за счёт этого выпускаем пломбир Потому что если не будет российских денег, цена этого пломбира будет в разы больше Если не будет этих российских денег, все эти Мазы и Белазы окажутся неконкурентоспособны рядом с Катерпиллерами, там, Вольво и так далее Более того, как только Россия сама перестанет покупать все эти Мазы и Белазы То эти Мазы и Белазы, ну, в значительной степени могут стать никому ненужными И ты знаешь, в чём вопрос? Ты абсолютно правильно говоришь, что на самом деле Александр Лукашенко последние 26 лет торгует суверенитетом То есть им и в Кремле-то недовольны, по большому счёту, именно потому, что считают, что он задирает цену То есть продаёт этот суверенитет задорого Они бы хотели чуть подешевле его взять Да, или чтобы Александр Лукашенко им продал больше Он же что им продал? Флаг, герб, гимн, две военные базы российские на территории Беларуси И общий концепт союзного государства Но когда Кремль приходил и говорил Александр Григорьевич, а у вас там есть кое-какие активы, которые не приватизированы А давайте вот, например, наши ребята придут и их приватизируют Это называется интеграционные процессы Это когда ты приходишь и мягко оккупируешь, и мягко отнимаешь суверенитет Это в Кремле называется интеграционными процессами В общем, когда Россия предлагала Александру Григорьевичу поделиться ещё экономическим суверенитетом Он как раз от этого всячески отбрехивался А судя по всему, теперь по итогу этих протестов у него попросту не останется выбора Я ещё хочу обратить внимание Я специально посмотрел цифры о привлечении денег, иностранных денег в белорусскую экономику Итак, 70% ВВП производится на предприятиях, находящихся полностью или частично в госсобственности Почти 44% активного трудового населения работают на этих предприятиях То есть, грубо говоря, без малого половина белорусов работает в госсекторе При этом, вот есть, правда, за прошлый год не нашёл, за 2018 нашёл статистику В экономику Беларуси поступило полтора миллиарда долларов инвестиций иностранных Полтора миллиарда, ну, так или иначе, в общем, сумма интересна Ты знаешь, вот, госсектор — это 70% ВВП 70% ВВП, и, казалось бы, значит, он должен привлечь, наверное, около 70% иностранных инвестиций Но нет, из полутора миллиардов в госсектор пришло меньше 83 миллионов То есть, госсектор максимально неэффективен Он прожирает эти деньги, он наращивает долги Долги по кредитам, долги по зарплате Долги перед, собственно, тем самым держателем белорусского суверенитета и так далее То есть, этот госсектор, ну, он давно бы умер, если бы его не накачивали искусственно Ну, на самом деле, его держат на аппарате искусственного дыхания И мне вот кажется, что этот госсектор, в любом случае, по итогу этих протестов Кто бы в них не победил, от этого аппарата искусственного дыхания обязательно отключат И вообще, ты знаешь, Юра, у меня есть глубокое убеждение, что Александр Григорьевич Лукашенко Должен быть очень благодарен вот этим протестам Знаешь, почему? Ну, смотри, вот, я считаю, что будет так Если, например, в силу каких-то, я не знаю, абсолютно космических сценариев Ну, например, Александр Лукашенко остается у власти То у него нету других партнеров, не остается, кроме Москвы Да, вот это легкое потепление, которое теоретически могло намечаться во взаимоотношениях с Западом После этих силовых разгонов протестующих, оно невозможно Уже понятно, уже Евросоюз уже сказал, что он не признает его победителем президентских выборов И не признает его реальной фигурой, которая стоит за рычагами управления И у Москвы появляется возможность выставить Александру Лукашенко совсем иной счет с большим количеством нулей То есть, условно говоря, мы единственная стена, на которую ты можешь опереться А потому, если ты хочешь и дальше на нас напираться Ну, давай, например, запускай наших денежных мешков в собственную экономику Чтобы они выбрали те предприятия, которые, например, им нравятся Для того, чтобы, там, устраивая приватизацию и так далее, и так далее, и так далее Это, кстати, то, чем сейчас пугают, мы об этом недавно с тобой говорили То, чем сейчас пугают белорусские власти, собственно, протестующих Что, если вы не успокойтесь, придут же российские олигархи Скупят все по дешевке, вас выгонят и приведут кого-то другого Дело в том, что это, на самом деле, может быть абсолютной правдой Но проблема-то в том, что в эту ситуацию загнал страну сам Александр Лукашенко Когда вместо того, чтобы строить рыночную, реально работающую экономику современную По современным правилам, он мумифицировал советский труп Вторая история Если, например, протест побеждает И если во главе страны оказывается другой человек, а не Александр Лукашенко То этот человек, который пришел ему на смену Он все равно окажется перед необходимостью системных реформ В рамках которых нужно проводить будет реформы, приватизацию Впускать иностранного инвестора в реальный сектор Прощаться с Советским Союзом окончательно То есть, в любом случае, все это советское промышленное, технологическое изобилие Оно обречено Останется Лукашенко, оно обречено Потому что Москва потребует, условно говоря, пускать своих людей Придет ему на смену кто бы то ни было с пакетом реформ Все равно окажется, что туда придется в этот сектор пускать реального инвестора И так далее, и так далее Но почему я сказал, что Александр Лукашенко должен быть благодарен протестующим Потому что, если бы даже протеста не было Этот бы сектор, он умер Но тогда Александр Лукашенко ощущал бы поражение своей экономической модели Ну, как то, что умерло при его, условно говоря, руководстве А теперь кто бы не победил Он всегда будет на протестующих сваливать Вот видите Это все из-за вас Да, вот вы не победили, не взяли власть Но вот вы видите, пришли толстосумы из России, скупили все заводы А я вас предупреждал А я вас предупреждал Или наоборот Вы победили, вы отстранили меня от власти И вот пошло с молотка все это советское наследие, которое при мне было То есть он получил теперь оправдание для самого себя Что не он выстроил неэффективную систему А что ему помешали вот эти вот протесты, которые на улице было в русских городах Ну вот я хочу тебе сказать Мне не очень понятно вот это вот восхваление Лукашенко за то Что он сохранил советские заводы А что хорошее в этих советских заводах Ну он не модернизировал их Он не превратил их в какие-нибудь высокотехнологичные современные производства Это остались вот это грязные совковые помещения В которых люди ну реально гробят свое здоровье в кое-как сделанных этих созданных им условиях Это вот, я не знаю, вот если бы условно представим себе Нидерланды сохранили бы там часть своего какого-нибудь торгового флота Шестнадцатого или семнадцатого века Их бы хвалили за это Смотрите, какие молодцы Взяли, не разбазали Какие каравеллы парусные бороздят Ну это же бред, ребята Так в том-то и дело Это история про то, что советская экономика рухнула, потому что не выдержала конкуренции с Западом А потом на территории отдельной Беларуси создают такой заповедник советской экономики И вместо того, чтобы заниматься системным лечением и проводить реформы Экономику все время накачивают, условно говоря, обезболивающим Для того, чтобы ничего не болело Нефтяными бабками из соседней страны Это вся Беларусь, это история про сценарий фильма «Гудбай, Ленин» Когда вот ГДР рухнула, а главный герой этого фильма для своей мамы Которая тяжело больна и которая такая вся сторонница ГДР и социалистического режима Устраивает иллюзию, что ГДР продолжает существовать и так далее Вот Александр Лукашенко, он точно так же для своей страны создает иллюзию того, что советская экономика не рухнула, а вот продолжает существовать Забальзамировал, он же, кстати, ты заметь, он же все время рассказывает о обретении Беларуси независимости Вот я сейчас близко к тексту пытаюсь его процитировать У нас, значит, умерла империя в 1991 году, и нам достался окровавленный или кровоточащий обрубок этой империи И мы вот его сохранили То есть он в таких выражениях описывает крушение Советского Союза Он в таких крушениях Ну он фактически, он явно жалеет о том, что у него в управлении оказалась страна, обретшая независимость Он этой независимостью как будто бы тяготится, исходя из этих слов, которые он произносит Ты знаешь, самое главное, что он вообще не понимает, наверное, как устроена современная экономика Я думаю, что, кстати, для нашей страны это тоже характерно У нас тоже не очень все понимают, что такое современная Европа И что быть Европой, это мало называться Европой Это означает в том числе внедрять определенные правила жизни, которые делают европейские страны успешными А какие-то другие, которые, соответственно, этим принципам не следуют, соответственно, они остаются почти задних Ну, видишь, пока, я так понимаю, белорусский протест открыто не очень-то позволяет себе говорить о том, что мы идем в Европу Пока, судя по тому, что слышу, вижу, читаю, даже тех людей, которые выходят на улицы и на площади белорусских городов, например, с флагами Евросоюза Просят эту символику убирать и просят не очень-то педалировать тему, скажем так, сближения Беларуси с современным, развитым европейским домом Ну, знаешь, это действительно такой большой вопрос Люди, которые десятилетиями жили в рамках советских мифологем, союзных государствах и так далее Может быть, их процесс понимания, осознавания того, где их место и с кем им будет лучше и качественнее жить Оно просто займет чуть больше времени, чем, например, это заняло в нашей стране Да и у нас, например, когда партии называют себя проевропейскими, это не всегда означает проевропейской снадели Об этом мы поговорим после того, как прозвучат новости Подвинь стандарты В данном случае, я цитирую, один из, кстати, он огромное количество подписчиков на фоне протестов получил Он называется «Чай с малиновым вареньем» Вот он пишет о том, что прокуратура, белорусская, понятное дело, прокуратура возбудила уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь Возбудила в отношении членов Координационного совета оппозиции Фактически их обвиняют в попытке незаконного захвата власти И теперь, в общем, понятно, что если вдруг оппозиция пойдет, что называется, на попятную Если вдруг оппозиция сдаст какие-то свои, уже, кстати, имеющиеся завоевания То очень многие люди действительно окажутся на положении Слушай, ну мы уже об этом говорили История про уличный протест, это история про то, что каждая сторона поднимает ставки Ну, то есть, условно говоря, вышло 100 тысяч людей, власть чем-то отвечает Вот кто первый бросит карты на стол, тот и проиграл Условно говоря, было бы наивно думать, что Александр Лукашенко не будет со своей стороны поднимать ставки Он, в отличие от Виктора Януковича, не 3,5 года у власти, он 26 лет у власти Он эту страну, свою собственную, считает, что приручил более чем полностью У него вышкаленная, условно говоря, система подавления, институциональная, силовой механизм И он пока не выглядит как перегревшимся И поэтому, если, можно, конечно, и дальше ходить по улицам, разуваться и залезать на лавочки Но я почему-то думаю, что Александр Лукашенко в его стремлении силой разгонять протестующих Это не остановит И поэтому... Ты призываешь протест к радикализации Я просто, честно говоря, не вижу перед глазами примеров удачного протеста против жесткого диктатора Который бы добился успеха исключительно мирным путем Можно сейчас вспоминать Ганди и так далее Но нужно понимать, что мирный протест побеждает тогда, когда против тебя выступает цивилизованный противник Который не готов проливать кровь Условно говоря, чем жестче твой оппонент, тем более жестким действием со своей стороны ты должен быть готов Слушай, вот классическая история Я помню, я со своим знакомым когда-то говорил Он мне говорит, слушай, вот все все время говорят Диолигархизация, диолигархизация Украины и так далее Вот ты подумай, кто такие украинские олигархи? Это люди, которые выжили в жесточайшей конкурентной схватке в 90-е годы Которые закапывали своих... Вот я как раз хотел сказать, за счет каких качеств они выжили Они выжили не за счет того, что они были самыми честными Безусловно Не за счет того, что они были самыми умными Абсолютно Не за счет того, что они там готовнее остальных там С большей готовностью, чем кто-либо еще шли на компромисс Все верно Наоборот Конечно, именно об этом и речь То есть это люди, которые выжили в жесточайшей конкурентной борьбе в 90-е годы Которые закапывали своих оппонентов в лесопосадках Которые ездили либо сами на стрелки Либо их окружение ездило на стрелки То есть для того, чтобы забраться на вершину социальной пирамиды Те люди, которых мы называем олигархами Приложили очень-очень много усилий И если вы думаете, что оттуда их можно сковырнуть простыми разговорами Про деолигархизацию То нет Сила действия всегда должна быть равна силе противодействия Точнее, сила противодействия должна быть равна силе действия Для того, чтобы люди, которые приложили столько усилий Для того, чтобы оказаться там, где они есть Перестали там быть Вы должны быть готовы к тому, что это будет настоящая война За принятие правильных законов За то, чтобы эти законы заработали И так далее, и так далее, и так далее С Александром Лукашенко точно такая же история Ручки-то помнят Они, может быть, давно уже не держат в руках окровавленные топоры Они, может быть, давно уже начали носить костюмы от Брионе Но какой-нибудь 93-94 год они помнят хорошо И паяльные лампы в руках И топоры, и огнестрелы, и все прочее Вот точно так же, точно так же Можно сказать и про Александра Лукашенко Он слишком много усилий прикладывал для того, чтобы оказаться там, где он есть И думать о том, что он внезапно захочет распрощаться с своим нынешним статус-кво Ну, было бы очень наивно Поэтому я не знаю Я не уверен в этом смысле в эффективность мирного протеста Украинский Майдан тоже первое время был эффективен А потом оказалось, что без коктейлей Молотова некоторые вопросы не решаются Я напомню, что и протесты в Сирии в начале арабской весны Мирные, исключительно мирные протесты тоже поначалу казались эффективными Я уже об этом рассказывал, о том, что часть даже элит правящих, тогда внезапно сформировавшихся, поддержал этот протест А чем все в итоге обернулось, мы вот наблюдаем, наблюдаем до сих пор, видим это и сейчас Кстати, мне кажется, надо будет в одну из следующих программ обсудить Я надеюсь, что, конечно, до этого не дойдет Я надеюсь, что, когда мы в следующий раз с тобой встретимся в студии, уже будет все в порядке И Беларусь станет мирной, свободной, частной страной Но если по чечению этого не произойдет, надо будет обсудить так или иначе сходство различных подходов Подходов Александра Лукашенко и Башара Асада к сохранению самих себя у власти С учетом того, что в следующий раз с Юрой в этой студии мы встречаемся завтра Вы можете понять степень оптимистичности Юры в отношении белорусского протеста Так, мы будем говорить про европейскую лозунги? Конечно, будем, тем более мы давно обещали нашим слушателям Мы уже несколько раз ругались за пределами этой студии, пришло время сделать это у микрофонов Мы ругались? Ну, слушай, это звучало же более интригующе Ну да, наверное, да Ну просто обманывать слушателя Ну давай так, ты будешь обманывать слушателя, а я буду всегда правду говорить Я буду на тебя криком кричать Для того, чтобы оправдывать И слушатель будет знать, что я всегда говорю правду, а ты иногда привираешь Ну вот так, вот так роли поделим Ну, в общем, пока Павел Казарин идет за ножом, вы можете послушать Юрия Мацарского Вот сейчас, кстати, привирает, да И так о европейском выборе нужно говорить, потому что необходимо говорить Потому что мы видим, что так или иначе, собственно, и Беларусь Может быть, еще не все вслух в Беларуси и во власти, и в оппозиции отдают себе в этом отчет Или давно отдали, но вслух боятся об этом сказать Или по каким-то другим причинам не говорят Но так или иначе, Беларусь во многом стоит перед цивилизационным выбором Или остаться постсоветским таким, как говорит Лукашенко Окровавленным, кровоточащим обрубком империи Или все-таки стать уже настоящей европейской страной Собственно, перед таким выбором стояла и Украина в 13-14 годах И я так понимаю, мне так кажется, что до конца еще разворота в сторону Европы До конца еще полной победы европейских ценностей, к сожалению, не произошло А что бы ты считал к маркерам того, что вот разворот к Украине, к Европе, он произошел? Ну, ты знаешь, это же нет одного чего-то Нет такого, что вот мы там, я не знаю, грубо говоря, взбили всех Лениных, убрали всю советскую символику И везде, где только можно, повесили флаги Евросоюза Нет такого одного какого-то действия, вслед за которым ты скажешь О, отлично, вот теперь точно уже нет разворота к Европе Что мы видим? Мы видим, скажем так, контревропейские, антиевропейские, вызывающие антиевропейские политические силы Которые действуют в том числе в Верховной Раде Мы видим... Ну, которые действуют в интересах Москвы Да, совершенно верно, да, они действуют в интересах Москвы Но они же... эти интересы Москвы прямо противоположны интересам Европы Прямо противоположны интересам проевропейской части Украины Но их узельный вес в украинской политике, он очень сильно упал Если раньше до Майдана говорили, до второго Майдана и до российского вторжения говорили, что соотношение пророссийских и проукраинских настроений примерно 60 на 40 То сегодня, условно говоря, 70 на 30 в пользу проукраинских, проевропейских Но и тем не менее, они остаются сильные, они остаются богатые Смотри, вот что ты говоришь о том, что бы могло свидетельствовать об окончательной победе проевропейского направления в Украине Мне кажется, что, собственно говоря, доведение до конца истории с, ну, например, с воведением на чистую воду источника финансирования этих сил Например, с объяснением, с достойным, прошу прощения, достаточным объяснением того, почему не предыдущая власть, не нынешняя украинская власть так или иначе не довели до конца, скажем так, зачистку Ну, я понимаю, что это очень правильно Понимаешь, дело в том, что я думаю, что даже если там условная зачистка состоится, то люди, которые мечтают о Советском Союзе, они никуда не денутся Они будут продолжать ходить к избирательным урнам и будет на месте ОПЗЖ какая-нибудь новая аббревиатура, они будут голосовать за нее Павел, Павел, в 46-47 году, я так подозреваю, что даже еще в 50-х годах в Германии тоже было достаточно много людей, которые бы, и в Австрии, которые бы хотели Третьего Рейха, Четвертого Рейха, которые бы хотели ходить строем, плечо к плечу Хотели бы то, что те люди, которые им не нравятся, были где-нибудь в концлагерях и так далее, и ничего, и не дали им возможность голосовать за это Да, послушай, ну, извини меня, в Германии послевоенной прошел Нюрнмерский трибунал Целое направление идеологическое было признано таким, которое не может иметь политического выражения Я в Украине о Нюрнмерском трибунале речь вообще не стоит, поэтому я бы в этом смысле не сопоставлял Германию 47-го и Украину 2016-го Да, мы же с тобой об этом все время говорим, что все исторические параллели, они очень условные, они всегда сильно хромают, ну, просто по той простой причине, что каждая страна не похожа даже на саму себя в вчерашнем, образца вчерашнего дня, понимаешь? Не то, что уж там Украина 2020-го, странно ее сравнивать с Германией там 45-46-го Понимаешь, вот у меня, дай, позволь тебе возразить Вот я воспринимаю, знаешь, современный мир, вообще, мне кажется, современный мир, он вообще не про независимости Современный мир — это про наиболее эффективные системы взаимозависимостей Ну, поэтому есть, например, Европейский Союз, да, или Лига Арабских Государств, или так далее Это история про синергию, а синергия — это принцип, когда, например, 1 плюс 1 равно 5 То есть, когда вы складываете усилия и получаете значительно больший эффект от сложения этих усилий Так вот, как мне кажется, современный мир, ну, вот если представить, он состоит из разных солнечных систем Вот была постсоветская солнечная система, в центре которой самый крупный объект — Российская Федерация Вокруг нее по орбитам мотаются другие страны Ближе всего, например, Беларусь, да, на орбите Меркурия Я бы не говорил про Беларусь какая-нибудь Хорошо, на орбите, согласен, ты прав На орбите, например, Меркурия — Беларусь, на орбите Венеры, скажем, Армения и так далее, и так далее И на одной из орбит была Украина А все события последних лет, они привели к тому, что Украина, скажем, ушла куда-то на орбиту Плутона Где уже сила притяжения от российского солнца очень слаба И это история про то, что Украина готовится с одной из дальних российских орбит Уйти на одну из дальних европейских орбит И понятно, что она точно так же будет в статусе Плутона вокруг Евросоюза по дальней орбите ходить И что ее приближение к ценностному ряду европейскому, к смысловому ряду европейскому Все это займет определенное время Вот я бы очень хотел, конечно, чтобы мы вернулись к этому разговору, скажем, после того, как 25 октября, я надеюсь, они пройдут, пройдут выборы в местные органы власти И вот мы тогда увидим, и ты тогда поймешь, что на самом деле на орбиту Плутона ушла не вся Украина, а на орбиту Плутона ушла там некоторая ее часть Я тебе говорил о том, что, безусловно, люди с архаичным мышлением в нашей стране остаются Россия просто сама вычеркнула из украинских электоральных карт очень большое число людей, которые мечтали вернуть Украину на российскую орбиту, которые жили на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса И поэтому соотношение между проукраинскими взглядами и пророссийскими, оно просто изменилось Ты если умеешь электронными гаджетами пользоваться, я просто не знаю, умеешь ли Если вдруг умеешь, поставь себе напоминалку, чтобы мы к этой истории вернулись после выборов Я надеюсь, что они состоятся, нас там пугают тем, что там карантин и тому подобное Но я надеюсь, что выборы пройдут 25 октября в местной органы власти Ты полагаешь так, что 25 октября проходят выборы, 26 числа мы выходим в эфир и ничего не говорим о местных выборах, да? Что мы случайно о них забудем В общем, если Юрий Мацарский... Ну, зная тебя, можно предположить все, что угодно Если Юрий Мацарский забудет, я ему напомню, друзья, даже не сомневайтесь, вернемся после новостей Подвинь стандарты Подвинь стандарты Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарского На радио НВ Мало кто знает, что Юра Мацарский взял меня сегодня в заложники, угрожает ножом и требует поговорить о cancel culture Но уже все знают, что ты любишь приврать, в том числе и в эфире Уже все знают Ты просто как Лукашенко, на самом деле, говоришь на черное и белое, на белое и черное Ну, в общем, карточный долг это святое, я согласился, поэтому, Юра, рассказывай, о чем ты собирался поговорить Ты знаешь, хочу поговорить о явлении, которое на самом деле, оно уже международное, но вот оно особенно красиво сейчас заметно В США, благодаря действиям, словам, каким-то, значит, резким выпадам президента США Дональда Трампа Он сейчас обозлился на компанию производителя шин, который называется Goodyear Эта компания, в частности, является официальным поставщиком резины для президентского гаража И вот тут выяснилось, что производитель на своих заводах, на своих предприятиях Не очень любит, когда его сотрудники используют какие-то республиканские лозунги Вешают какие-нибудь плакаты с надписью «Make America Great Again» и все прочее Ну вот все то, что так любит Трамп Более того, судя по всему, не очень-то разрешают ходить в символике республиканской партии Не очень в руководство поддерживает тех людей, которые готовы демонстрировать свои симпатии к Трампу и к его партии И вот Дональд Трамп предложил своим сторонникам игнорировать компанию Goodyear Не покупать покрышки и другую продукцию, которую производит эта компания Переключиться на других, более хороших, как сказал Трамп, производителей И дошел даже до того, что заявил о том, что готов выбрать лично другого поставщика резины для гаража Белого дома Ну и все это, я так понимаю, вписывается в историю про cancel culture Такая вот культура, я не знаю, культура отмены, культура отрицания Как вообще звучит литературно правильный перевод на русский язык, на украинский? Я думаю, что это все-таки культура отмены Культура отмены Да, мне кажется, что об этом идет речь Это культура не замечать что-то, игнорировать что-то То есть отменять его в своей реальности То есть если вам что-то не нравится, высказывание, например, какого-то человека То, например, Джан Рулинг несколько раз сделал заявление в своем твиттере про трансгендеров То, что, собственно, не устроило западную прогрессивную общественность И ее начали шеймить, ее начали обвинять в недостаточной прогрессивности И фанатские сайты по Гарри Поттеру буквально вымарывают упоминания о Джан Рулинг Это, на самом деле, не шутка И, собственно, это история про то, когда, например, какой-то человек делает заявление Которое не устраивает какую-то группу людей И эта группа людей предлагает, соответственно, устраивать полный и тотальный бойкот Причем ирония в случае с Дональдом Трампом в том, что вообще Council Culture, оно использовалось как прием со стороны условно-левых Ну, тех, кто борется за позитивную дискриминацию За максимальное уравнивание Которые борются против отмены коллективных За отмену коллективных идентичностей Чтобы никто никого, условно говоря, не обобщал до уровня его расы, пола и так далее А Дональд Трамп является в этом смысле наоборот Представителем как бы правого крыла Это история про то, что он, условно говоря, пользуется оружием Который забрал у своих идеологических противников При том, что он уже, как это правильно сказать Выстрелил себе в ногу этим самым идеологическим оружием Cancel Culture Ты слышал историю про Гоя Фудс? Про компанию-производителя Бобов и прочих... Расскажи Вот буквально несколько недель назад, совершенно точно этим летом В Белом доме побывал владелец Или руководитель компании под названием Гоя Фудс Которая производит продукты питания Бобы, что-то там еще и так далее После чего написал пост о том Как он был рад побывать в Белом доме Где-то в соцсетях Встретиться с Дональдом Трампом И тут началось Ему начали писать все возможные представители оппозиции Левые, не левые Да как тебе не стыдно писать, значит, про Дональда Трампа Всякие хорошие вещи И Трамп решил поддержать человека Который высказался в его поддержку И разместил И он, и его дочь Иванка Разместили фотографии, на которых они Улыбаясь, держат в руках Или сидят за столом, на которых Гоя Фудс И вот, собственно, это сработало как, ну вот как, не знаю, как турборежим для включения cancel culture по отношению к продуктам Гоя Фудс И это просто вот у них начали падать продажи, где только можно Начали те люди, которые не очень любят Трампа или очень не любят Трампа Начали призывать вот к открытому бойкоту И действительно открыто бойкотировать этот самый Гоя Фудс Ровно потому, что Трамп так хорошо о нем отзывается Не имеет отношения ни качества продуктов Ну, не имеет значения ни качества продуктов Ни там реальная какая-то позиция И руководителей этой конторы И работников этой конторы Важно только то, что сам Трамп сказал, что Ребята, мы вот всей семьей это лопаем и довольны Ну, слушай, в Украине же тоже были примеры вот подобных историй Например, есть замечательная компания Этнодом, которая производит такие современные вышиванки Качественные и так далее, и так далее И президентская счета Зеленских купила там, соответственно, две вышиванки И сфотографировала с них И выложила куда-то в социальные сети Потом эта компания взяла фотографию Владимира и Елены Зеленских Которые сфотографированы в продукции их, соответственно, модельного дома И разместилась она на главной странице сайта После чего на сайт пришли противники Владимира Зеленского И давай, мол, стыдить компанию Как же ей не стыдно, что она себя рекламирует Вот таким вот себе политиком И точно так же, я помню, несколько дней Вот полыхали споры в украинском сегменте Фейсбука Относительно того, где заканчивается политик И где начинается вышиванка Но на самом-то деле, ведь подобные вещи Они происходят не только Они крутятся не только о политиках Council culture, например, на Западе является предметом очень большой дискуссии Почему? Потому что многие опасаются следующего Что, например, в публичном пространстве Возникает один единственный возможный дискурс Способ обсуждения какой-то проблемы И тот человек, который с подобным дискурсом не соглашается Который говорит Ну, а давайте попробуем посмотреть на это с другой стороны Он сразу же вычеркивается из всех возможных дискуссионных площадок Про него говорят плохие слова И так далее, и так далее, и так далее Как вот, например, было в случае с Джоан Роулинг Она сомневалась о том, должны ли трансгендеры ходить в женские туалеты Или для них нужно делать отдельные комнаты Будет ли себя женщина в женском туалете В который заходит трансгендер Чувствовать комфортно, и так далее, и так далее А ей сразу пришли и сказали Ах, ты унижаешь, условно говоря Не признаешь трансгендеров И это С твоей стороны очень большое упущение Поэтому мы сейчас тебя будем общественно порицать И с одной стороны Ну, я понимаю тех, кто немного переживает Относительно того, что дискуссия исчезает сама по себе Но с другой стороны, Юра Вот, например, когда придет какой-нибудь человек И начнет там отрицать Холокост Он же, скорее всего, в западном мире Тоже нарвется на cancel culture Но в данном случае это будет история Про вполне, наверное, оправданную cancel culture Потому что... Я так думаю, что если он будет этим заниматься В цивилизованных странах Европы То он будет этим заниматься Не очень долгое время на свободе И переедет во многих странах Европы Уголовная ответственность за отрицание Холокоста Он переедет в лучшем для него случае в Иран Как это с некоторыми происходит Отрицателями Холокоста А в худшем для него случае куда-нибудь в тюрьму Тогда объясни мне Cancel culture Это хорошо или плохо? Мне кажется, это и не хорошо, и не плохо Это одна из тех примет времени С которыми нам нужно каким-то образом учиться Сосуществовать У нас есть много тех примет времени Которые появляются в последние годы, месяцы и недели Я, кстати, замечу, что cancel culture Она действительно как раз Продукт последнего, совсем недавнего нашего времени Она появилась совсем недавно Несколько лет назад представить себе было невозможно Да подожди В Украине она существует долгие годы Как минимум последние 6 лет Человек, который в октябре 2014 года Или летом 2014 года Говорил бы о том, что Крым не аннексирован Или Россия не является Агрессором для украинского государства К нему возникало очень много вопросов И, соответственно, в социальных сетях Начали бы все говорить А почему он до сих пор у тебя во френдах в фейсбуке? А ну-ка немедленно его Условно говоря, расфренть И перестань с ним общаться Это тоже cancel culture? Нет, я хочу тебе знать Я здесь с тобой не соглашусь Огромное количество людей Огромное количество людей Рассказывает о том, что Никакой агрессии нет О том, что, значит А где доказательства Здесь, у нас, в Украине А где доказательства того, что Это не шахтеры и трактористы А вот посмотрите Это же действительно был референдум Ну и что, что он не был Произведен Проведен по соответствию С украинским национальным законодательством Есть, ну то есть Если бы у нас реально существовало И действовало cancel culture Эти люди бы Они бы боялись об этом заявлять В эфирах Они боялись бы Об этом говорить в Где-то там в эфирах Там в соцсетях и так далее А так они даже вон Я прошу прощения В Верховной Раде об этом вспоминают И не стесняются об этом Это не cancel culture Это, ну то есть Это вот просто разделение Мы должны в этом смысле Наоборот тогда получается Немного сожалеть о том Что у нас cancel culture Не прижилась Я не знаю Стоит ли об этом сожалеть Мне кажется, нужно сожалеть о том Что такие люди у нас есть Нужно сожалеть о том Что эти люди Не стесняются Открыто Произносить такие речи Не стесняются Говорить Признаваться Там в симпатиях К людоедским Террористическим режимам Не стесняются Жалеть Например О том Что эти людоедские Террористические режимы Смогли захватить Только в их представлении Крым, Донбасс и Луганск А они смогли дойти никуда дальше В Украине есть Какая-то тема Публичное высказывание На которую Может человека Лишить доступа К микрофону Ну что его перестанут Куда бы то ни было звать Ну давай я пофантазирую Вот в Штатах есть Мы уже выяснили В Европе Если например Ты будешь отрицать Повторюсь Холокост Или если ты например Будешь Говорить что Там я не знаю Там условно говоря Там Говорить что Какие-то расовые группы Являются Неполноценными И соответственно Они должны быть Поражены в своих правах То тебя наверное Тоже подвергнут Абструкции Абстракизму И так далее И так далее А в Украине Есть хоть одна тема Высказывание на которой Делает человека Тотально токсичным И лишает его доступа К микрофону Ну ты смотри У нас микрофоны есть Самые разные У нас есть микрофоны Которые там условно Проевропейские У нас есть микрофоны Безусловно Проевропейские У нас есть микрофоны Самых разных партий Самых разных Там я не знаю Политических направлений Поэтому Если ты вдруг В каком-то таком Одном В одном микрофоне Ты будешь не принят То тебя с удовольствием Примут в другом Я поэтому Поэтому я плохо себе Поэтому условно Кива может сперва Быть патриотом И ветераном А потом перебежать В ОПЗЖ И рассказывать Соответственно О том Какой великий Медведчук И как все на него Должны равняться Поэтому Видишь Еще раз говорю Cancel culture Это не хорошо И не плохо Это вот Ну это вот Та история В которой мы живем Та история С которой нужно Какое-то время Учиться жить И она наверняка Через какое-то время Перестанет быть Такой уж прям Острой Наверняка Через какое-то время Углы сгладятся И там Ту же самую Джоан Роулинг Будет с готовностью С большей готовностью Выслушивать ее Нынешние хейтеры А все вот эти вот Странные призывы Дональда Трампа Забудутся Так или иначе Но когда Украина придет К тому Что у нас появятся Те вещи О которых В приличном Обществе Нельзя будет Сказать вслух Без того Чтобы подвергнуть Себя Действительно Астракизму Я не знаю Вот не могу сказать Так может быть Это и есть критерий Взросления Общества Когда оно Выбирает для себя Когда оно Изначально Уже договаривается Что о каких-то Темах Оно договорилось Так казалось бы Что уже договорились Ведь казалось В 14-м году Что договорились Ведь казалось Что вот действительно Ну всем очевидно Что есть прямая Военная агрессия Казалось Что всем очевидно Что есть российские Вооруженные силы Которые действуют В Луганской В Донецкой областях Казалось Что странно И преступно Это отрицать Но через несколько месяцев Об этом начали говорить А через несколько лет Вот там Об этом начали говорить В открытой уже Куче телеканалов И так далее Ну то есть Ну вроде бы Вроде бы Как все это состоялось А на деле Ничего не состоялось Ну потому что У нас на самом деле Очень многие медиа Являются не медиа А инструментами пропаганды Которые Условно говоря Отрабатывают Какой-то партийный запрос Я просто В этом смысле Знаешь Ловлю себя на мысли Что В многих Странах Которые мы Принято Ну принято Относить К первому миру К цивилизованному миру Там очень часто Можно встретить Совершенно Какие-то маргинальные движения Как например Движение сторонников Теории плоской земли И ты смотришь на них И думаешь Ребят То есть вы Не верите в то Что земля круглая И ты понимаешь Что если человек Не верит В гелиоцентричность То о чем Можно вообще Говорить дальше Это история Про то Что в 21 веке Сегодня атакуют Не столько Каких-то политиков Не столько Какие-то Экономические концепции Очень часто Очень часто Просто атакуют Концепт Факт И ты просто Порой должен Находить время И смелость Называть белое Белым А черное Черным Я тебя умоляю Пусть лучше бы у нас Все эти микрофоны Которые нам рассказывают О том Как нужно дружить С Кремлем Пусть лучше они рассказывают О том Что земля плоская Пусть лучше они рассказывают О том Что мы живем На какой-то там Полусфере Которая стоит На китах Слонах Черепах На ком угодно От этого меньше Вреда будет Ну Знаешь Конспирологов К сожалению Выбирать мы не можем Кто-то рассказывает О вреде прививок А кто-то о том Какой замечательный На самом деле Кремль И как важно Вовремя рухнуть В его объятия Но на самом деле Мы продолжаем Сматриваться в реальность Страны Которая Судя по всему Очень близка к тому Чтобы рухнуть В российские объятия Держим кулаки За наших Белорусских соседей И Судя по всему Завтра Так или иначе Будем к этой теме возвращаться Вы себя берегите И до скорого Счастливо